Приветствую вас, мои друзья и гости канала, всем огромнейший привет, сегодня 20 число и сегодня я, если честно, я не сказал, что я схалтурил, а просто как бы снял для вас только один объект, потому что очень много провел времени в этих вот банках с ячейкой, я не знал, что на ячейку уходит 2,5 часа, ну реально 2,5 часа, я просто думал сдохну, я за это время устал постричься и куда-то сходить и так далее, ну и конечно я сегодня мотался в Красную Поляну два раза, поэтому был, как говорится, не до этого, сегодня намотал всего лишь 300 километров, ну ничего страшного, даже сейчас заправился, а мы давайте посмотрим, что же интересного у нас происходит в Сочи, Кондратьев поручил ликвидировать дефицит дезинфицирующих средств в Краснодарском крае, потому что ну че, это же смешно, это же такое не должно быть, ну логично же, поэтому я думаю наш губернатор сделать все, что было хорошо, весенний призыв в армию переноситься не будет, вот так, тут уже размещались, что там призыва не будет, там подобное, будет, будет, поэтому кто не успел купить военный билет, кто боится армию, тот обычно в армию идет, а я, например, наоборот хотел пойти в армию, я просто там, просто, блин, я просто хотел просто, понимаете, потому что это был единственный способ в те времена, чтобы я мог сделать мастера спорта в бракопашном бою, точнее выполнить мастера спорта, но был кризис и на соревнования мы не катались, потому что я в 81-го года, 98-й год, вы сами помните, какой это был у нас год, и соответственно что, соответственно я хотел это сделать еще из армии, хотел в армии участвовать, в общем, были такие у меня идеи, ну, тренер по каратэ, нас, Гладышев, я вспомню, какую фамилию, Гладышев, убил всех нас, потому что, как потом, когда выяснилось, когда я уже учился на кафедре физической культуры и спорта, то не можешь, конечно, не идти, давал на упражнения, поэтому у нас у всех, тех, кто хорошо занимался, я хорошо занимался, у нас были деформированные стопы, деформированные, в общем, кости, и у всех там плоскостопие, а то сейчас подумаете, что я, ну, какой-то не такой, ладно, черноморские круизы на князе Владимире отменены до 25-го апреля, до 25-го апреля, и самое интересное, что круиз на князе Владимире стоит ровно столько, сколько поездка в Доминикану, представляете себе, ну, бред, конечно, бред, но, ладно, я здесь согласен, лучше лишний раз переобъездить, что надо объездить, понимаете, ну, мало ли что, блин, я, если честно, тоже, как бы, стал вот в связи с этими новостями немножко побаиваться за этот коронавирус. Суды Краснодарского края приостанавливают прием граждан и судебное заседание. Угадайте, из-за чего? Вы это знаете, поэтому не будем на эту тему с вами отвлекаться. В Сочи виновные в гибели 11 человек на пожаре получили по полгода колонии-поселения, по полгода, ребят, просто 11 человек погибло, по полгода дали, ну, круто, ну, что, самый гуманый суд в мире, 100%. В России начали испытания вакцины против коронавируса, слава богу, блин, все, будем продолжать работать, это будет круто, в общем, будет все хорошо. В Сочи без водоснабжения остался микрорайон Соболевка и организован подвоз воды. Вот она, злая Соболевка. И что еще страшнее, это вот как туда все это доставляется, ну, реально страшно. Например, я на своей машине там не могу нормально, комфортно проехаться, чтобы, знаете, и начиная уже себя винить в том, что, блин, наверное, иногда, наверное, стоит материться, и потом легче, наверное, жить, когда-то вымыть голос. А я не матерюсь, поэтому просто еду и переживаю, нервничаю, и при этом чувствую себя некомфортно. Состояние заболевшего коронавирусом в Сочи удовлетворительное заболевание протекает в легкой форме. Вот, как бы, вот вам как бы так. Конечно, это все зависит все-таки от иммунитета, и я скажу вам честно, я поэтому на секундочку и забил на дефицит калорий и тому подобное, потому что я прекрасно помню то свое состояние, то свое чувство, когда я себя ограничивал в еде, держал режим. Я понимал, что у меня появлялась слабость, и там насморк просто у меня не проходил, и все. Поэтому я думаю, если вдруг я сейчас перегну палку, то вполне возможно, у меня может коронавирус и тоже взять и зацепить потом очень жестко. Учитывая, что я обычно переношу все заболевания на ногах, ничего хорошего с этого не получится. Именно поэтому я решил немножечко воздержаться от такой ситуации и, ну, немножко дать организму расслабиться, чтобы организм у меня не пребывал в стрессовом состоянии. Ну, как бы, это мое право. Кто-то скажет, мам, ну ты просто, ты просто отмазался, ты просто то, ты просто это. Ну, ребят, согласен, но, может быть, я просто и отмазался, но те люди, которые находятся у меня в группе, они знают, какой я могу добиться результат, как я добиваюсь, какой результат они добились. Просто сейчас не хочется мне, как бы, экспериментировать, потому что я думаю, что ничего хорошего с этого эксперимента не станет. Итак, полиция Сочи опровергает фейковую аудиозапись о вже-дизинфекторах. Ну, слава богу, хоть чем-то занимается. В Сочи успешно приземлился заминированный, в кавычках заминированный, самолет из Москвы. Ну, опять делают эти объявления, это фейковые и тому подобное. В Сочи разработаны дополнительные меры по сановоробородке общественного транспорта. Все, это еще раз, еще раз, еще раз, еще раз, еще раз, еще раз, и все. Ребята, а вот на этом новости, в принципе, заканчиваются. Сегодня пятница, и знаете что, мне нравится вот такая обстановка, потому что сегодня не так много было людей в банках, сегодня были такие жесткие пробки в Адлере, как обычно они бывают. Сегодня я беспрепятственно доезжал от пункта А до пункта Б, и сегодня я наблюдаю такую картину, что обычно у нас гаичники так вот берут, так вот, раз, и залезают к тебе. А вот ты раз смотрел, они стоят на расстоянии, спрашивают документы, и такие, знаете, два метра они стоят. Вот как бы, есть, конечно же, и свои плюсы, да, при коронавирусе. Это мало народу, это, опять же, как ни крути, очень много проходит дистанционных сделок, да, где люди сами даже не приезжают. Ну и, конечно же, дистанционные сделки это выгодно, потому что все эти самые очереди и тому подобное, все у нас, что делать, отставить Максим, все верно, все бумажечки собираем и тому подобное. Поэтому, как бы, клиенты, в принципе, никак не пострадали, но здесь работы немножко стало больше, потому что, например, сегодня у меня физически не хватило времени даже поснимать объекты, которые я хотел сегодня заснять для вас на Красной Поляне. Просто, просто не получалось, потому что каждая минута была расписана, и именно из-за этого я сбился с режима, потому что я сегодня нифига не пообедал. И это тоже не очень хорошая ситуация, но лучше, в общем, будем пробовать. Опять же, ребят, скажу честно, был у меня сегодня небольшой косяк. Я сегодня, пока сидел в банке, пока они заполняли мои данные, пока вот это все, чтобы заложить деньги в ячейку, если он там был два раза, что вы, кстати, я знаю, в каких банках можно заложить ячейку, а вот вы не знаете риэлтора, а я знаю, вот так вот, скажу за шоколадку. Да, шоколад тоже себе иногда позволяет. Так вот, я пока сидел в этой долбимой очереди, включил, включил вот такой вот один наушничек, вот такой вот наушничек, и что вы думаете, что я сделал? Ну-ка, давайте посмотрим, что я сделал? Как вы думаете, что я сделал? Ну-ка, раз, два, три. Все верно. Я посмотрел эфир на первом канале, который там, знаю все или что-то такое, ну, короче, как блогер, которые там с этим льдом, типа, проверяли на детекторы лжи, и на этой передаче она участвовала, да, их же пригласили, пригласили с подружками, и целый час я наблюдал какую-то дичь. Целый час я наблюдал какую-то херню, ну, я по-другому никак не назову, если посмотрел, вы, как бы, просто посмотрите, для интереса. Я просто офигевал, как вели себя эти псевдоэксперты, как вели себя, не знаю, как вели себя эти люди, которые пригласили, да, я представляю, да, я пригласил себя домой в гости, и начинаю себя вести, как свинья, как бы, ну, по отношению к гостям, начинаю перебивать, начинаю там уже там их там просто обвинять, перековеркивать слова и так далее. И я просто офигел, ну, в прямом смысле этого слова, я просто офигел, ребят. Вот, сейчас, прям, секундочку, прям, прям, секунду. Добрый, сделайте мне гребный шарбет. Спасибо. Ну, и, в общем, я посмотрел эту всю картину вот этих вот псевдоэкспертов и тому подобное, как это все перекрутили, как это там некоторые хотели свою, наоборот, жопу спасти, и что-то мы, как будто, попали в жопу. А что, я боюсь, происходит? Какая-то фигня. Вот здесь страшно, что могут в попы догнать. Ну, и, в общем, посмотрел эту передачу, это просто жесть жестянская, ребят. Я прекрасно понимаю эту девушку, прекрасно понимаю, как это могут все журналисты, могут нас все перековеркать, как они могут это все преподнести, как они могут себя вести. Вот этот, понимаете, вот этот хайп на смерти мужа, да, вот это мне-то знакомо, эти слова, вот этот все пытались там, опять же, да, там, раз у нее там медицинское образование, пытались там какие-то там вопросы задавать с химией, потом там что-то пытались там непонятно что доказать. И, знаете, что, блин, вот это вот мне там напоминало одну историю, блин, так чисто по-человечески было ее жалко. Конечно, как бы я не совсем согласен, то, что она там делает, там, ну, это доденка, не знаю, как ее там правильно. Само собой, как бы я не разделяю, как бы ее точку зрения, как себя нужно вести и тому подобное. Хотя правильно она говорит, что есть у нас книги, есть у нас какие-то там рекомендации, как нужно правильно скорбеть, как правильно нужно что-то еще делать. В этом отношении тоже, в принципе, я, как бы, ну, согласен с ней. Кто как может, кто-то и... Но факт то, что как себя повели первый канал, ну, это просто и звон плохо. Самое интересное, по большому счету, сейчас на этих новостях больше хайпуют как раз и такие, как газеты всевозможные, какие-то желтые прессы и тому подобное, чем нежели виновники этого торжества. И смотреть на всю эту ерунду, блин, давалось очень сложно. В общем, еще раз понял одну простую вещь. Нельзя, как бы, связываться с полицией, ни о чем с ними договариваться. И нельзя, конечно же, у нас связываться с этими всевозможными журналюгами и так далее. Ну, и, конечно, нельзя связываться у нас с элторами в Сочи, которые хотят набить свой карман 100%. Это все три категории очень страшные, очень страшные, страшные, страшные люди, у которых, по большому счету, нет ни чести, ничего. Но и стыда, конечно. Но, с другой стороны, я знаю одного очень хорошего человека с города Орска. Он занимает руководящий пост в полиции. Он нормальный, порядочный. Я знаю риллторов в Сочи. Да, немного их знаю. Знаю человек 10, наверное, не больше. Те, действительно, люди, которым можно доверить себя, свою сделку, свои деньги. Я знаю, такие люди есть. И, действительно, я знал, как бы, вы знали, есть у нас журналисты, которых, которые даже сейчас, да, уже их нет, уже давно, там, больше 10 лет, но про них вспоминают с уважением, да, например, Влад Листьев. И, действительно, просто журналист был хороший, журналист был от Бога и так далее. Но, если мы берем за основу вот это все, вот это, которое есть, да, то, конечно, ситуация не очень хорошая. В общем, короче, посмотрел, лучше бы я не смотрел. Взял, почему-то мне вышло это в рекомендованных, просто глянул, думаю, ну, что еще делать в очереди? И посмотрел. И просто офигел. Ну, как так вот? Просто чисто по-человечески стало ее жалко и тому подобное. Хотя, знаете, почитал комментарии, в комментариях много адекватных людей и понял, что, ну, не все кончено. Ну, и, опять же, по количеству лайков и дизлайков понял, что, в принципе, люди также, которые смотрели этот эфир, они поняли, что, как бы, немножко первый канал у нас на этой передаче, да, то, где там, я не знаю, как эта передача, правильно называется, то немножко они, конечно же, там, перегнули, даже не немножечко, а множечко перегнули. Ну, и, в общем, некрасиво, по-моему. Некрасиво за все это качество наблюдать. Ну, ничего страшного. На чужих ошибках мы учимся. Я прекрасно понимаю, что, ну, прекрасно понимаю, что очень много тех же самых заистников, очень много стереотиков, которые хотят на чужом горе построить себе что-то, да, как там, в свое время, там, я хайповал, хайповал, наверное. Ну, блин, кто действительно хайпанул? Кто, кто использовал заголовки своим именем, да. В общем, не хочу на эту тему возвращаться. Неприятно мне эту тему было вспоминать, но такие воспоминания нахлынули. Ну, и в принципе, в принципе, в принципе, в принципе, и все. Теперь, что касается погоды. Завтра я буду работать. Завтра, может быть, мы проведем закрепленный сделок через нотариус. И у меня, наверное, завтра паракан. А вот в воскресенье я хочу отдохнуть. Если вдруг погода позволит, а я хочу, чтобы погода позволила, я, наверное, все-таки хочу съездить на рыбалочку, заснять для вас, порыбачить. И Надя в какой-то веке-то сказал, Максим, я так соскучилась по той рыбке, которую ты сам ловил, которая была вкусная, которая не такая, которая на прилавке в магазине. Говорит, хочу рыбку, хочу рыбку, потому что все уже надоело, хочу рыбу. И действительно, надо поехать, поймать. И хочется мне поймать именно карпиков, где-то полутора килограммовых, полутора-два килограмма. И я думаю, что за этими карпиками мы с вами поедем на Чиньеварское озеро. И даже если будет плохая погода, ничего страшного. Сколько раз я рыбачил дождь, просто хочется совместить и отдохнуть, да, как бы и порыбачить. Я, наверное, сюда не поеду на Чиньеварское озеро, потому что там нужный размер, именно тот, который нужен мне. Да, потому что, например, трехкилограммовые мы не любим, если они не очень вкусные, по большому счету. Их надо пускать, пускай растут дальше. А вот полтора-два килограмма, вот их можно, можно. Все, возвращаясь еще раз. Интересные вопросы тоже там с химией задавали. Ну, как бы такие все порчат из себя, не знаю, там, типа, э, это базовые знания, то, что мне больше всего там нравится в комментариях. Не знаю, что такое там сухой лед и так далее. Да, блин, в принципе, я вот не помню, чтобы в школьной программе нам что-то рассказывали про сухой лед. Если честно, вот, если, ну, если честно, вот сухой лед я вообще услышал только вот об этом только 28-го, 28-го февраля, когда и случилось ситуацию. Я лично, например, вот хотя я по химии хорошо в школе учился, в физику, потому что я любил эти предметы, там можно было немножко похимичить, можно было там немножко травануть всех, ну, как бы так, ну, знаете, похулиганить. Я любил такие, любил эксперименты, но я не помню про в школьной программе, чтобы что-то там говорили там про... Ну, как бы так, в общем, двоякое такое ощущение. И, в общем, все перебрали, что-то можно, нельзя. Знаете, бывает такое, знаете, хотя вроде кажется, снаружи снимок взял, посмотрел все это, прочитал все и как-то расстроился из-за другого человека. Ну, бывает же такое? Ну, бывает, я так тоже думаю, что бывает. Все, ребят, на сегодня, наверное, из новостей все. Вам всегда желаю, чтобы вас преследовать только хорошие новости. Сегодня, кстати, я еще, помимо того, что я снял самый лучший патрульный поселок в городе Сочи, я еще умудрился, да-да, именно умудрился, еще и заснять дорогу с Красной Поляной до этого лучшего поселка. И с Красной Поляной я заснял Ванлер. Сразу говорю, слабонервным не смотреть этот видеоролик, эту экскурсию, потому что в Ванлере там были не совсем хорошие люди, которые вели не совсем хорошо себя в машинах. Вы это все можете увидеть. Именно это мне не нравится. А, кстати, я еще сегодня записал видеоролик, пока ехал в Адлер, ой, пока ехал на Красной Поляной. Я записал сегодня один хороший видеоролик по поводу плюсов. А то мне там пишут в комментариях, Макс, ты там пишешь минусы, минусы, минусы. Напиши плюсы вот в Сочи, проживание в Сочи. Что вы думаете? Я взял и записал сегодня. И тоже вот слабонервных прошу очень сильно там не смотреть, особенно концовку. Вот, например, смотрите первые 30 минут. Дальше вы не смотрите, потому что у меня в конце вот стало бомбить. Еще последние 20 минут я прям разошелся, как бы высказал все, что я думаю про там, ну, как бы все, что немножко сравнил Орск с другими городами. Поэтому, ребята, вот, как бы, если просто... Просто я хотел снять, как бы, ролик позитивный, но в конце почему-то все это нахлынуло, 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 нахлынуло. И вот где я хотел озвучивать плюсы, я что-то там немножко прям, немножко я взорвался в конце. Ну, 20 минут последние меня точно жестко бомбило. Я не знаю, а попробую, может быть, сейчас эти 20 минут вырезать. А вы пишите в комментариях, пока вот я монтирую, вырезать эти последние 20 минут, где меня начал бомбить, или все-таки не вырезать. Потому что начало было, посмотрите, ну, нормально. Я сейчас вспоминаю, хорошо все рассказывал, там, все там, все четко по факту и так далее. А в конце что-то меня прям, прям прорвало. Ну, бывает такое, прям прорвало, и все прям, как бы, прям пошло, 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 пошло. Да, вроде на сегодня, вроде все из новостей. Может быть, сейчас успеем даже на тренировочках съездить. Посмотрим. Все, ребят, а вот теперь точно вам хорошее настроение. Вам всем добра и пока.